Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 7 июня. Представляю вашему вниманию торговый план на неделю по евро-доллару, фунт-доллару и паре доллар и японская иена. На текущий момент в этих парах развивается коррекция, которая на данный момент находится в состоянии некоторой паузы. Вполне вероятно, еще одна коррекционная волна, которая требует дополнительного подтверждения. Итак, давайте посмотрим подробнее. И вот евро-доллар снизился в рамках предполагаемого сценария, как и ожидалось в прошлом обзоре. После ретеста сопротивления на 1.2241 котировки реализовали отбой и начали стремительно снижаться. Правда, до границы целевой области цена добраться так и не смогла, остановившись и развернувшись буквально в паре пунктах от нее, после чего несколько подросла. Достижение целевой области, вероятно, является вопросом времени в данном случае, поэтому прежний сценарий остается в силе. Вполне возможно, после завершения локального роста пара еще имеет потенциал для еще одной волны снижения в рамках текущей коррекции. И вот на актуальном графике, определяющем в этом сценарии, станет способность цены закрепиться в текущей ценовой области с возможной попыткой восстановления до уровня 1.2174, где ожидается основное сопротивление. Если уровень удержится, то следует ожидать ретеста и последующего отскока с формированием очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1.2058 и 1.1998. Отмена текущего сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1.2215. Ну и вот британский фунт тоже так и не смог развить нисходящий импульс, оставшись колебаться в рамках прежнего диапазона от 1.4091 до 1.4221. Ожидаемый сценарий не исполнен, целевая область осталась неотработанной и пока нижняя граница этого флета все еще сдерживает цену от дальнейшего снижения, выступая в качестве сильной поддержки. Однако пара все еще держится ниже сигнальных уровней и для прорыва нижней границы флета необходимо довольно сильное импульсное движение. Тем не менее, пока прежний сценарий остается все еще в силе, вероятно потенциал для снижения в рамках коррекционной волны еще имеется. А вот на актуальном графике в данный момент можно было бы ожидать продолжение текущего флета со снижением к уровню 1.4091, а затем ростом к промежуточному уровню на 1.4139. В данный момент цена торгуется несколько выше этого уровня. А вот подтверждением текущего сценария на продолжение снижения при этом станет уже отскок от уровня с последующим выходом за пределы образовавшегося коридора вниз, где целевой областью является диапазон от 1.4019 до 1.3955. А вот отмена текущего сценария состоится в случае дальнейшего роста в область выше разводного уровня на 1.4221. Ну и наконец цена в паре с японской иеной продолжила рост, однако встретила серьезное сопротивление уже на 1.1033, что заставило остановиться на полпути к целевой области и начать снижение, вернувшись к уровню 1.10937, где ожидалась поддержка. Так что сценарий не реализован, хотя потенциал для реализации в целом все еще имеется. Неоднократные тестирования и последующие отскоки от уровня пока подтверждают его в качестве серьезной поддержки. В данный момент этот уровень тестируется в очередной раз, и паре не удается его пройти, что позволяет оставить прежний сценарий с ростом в силе. Ну и вот на актуальном графике подтверждением намерения на продолжение роста станет уже уверенный отскок от уровня 1.10937 с последующим закреплением над уровнем 1.10969, что даст возможность оформить заходной восходящий паттерн, который даст сильный сигнал на импульсное движение, которое уже нацелится в область между 1.1069 и 1.1112. Отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары ниже разворотного уровня на 1.109.01. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели, и до встречи в следующем выпуске.